И пока ваше мышление соответствует вашей среде, вы продолжаете создавать одну и ту же ложь. Изменения — это мыслить выше своей среды, мыслить выше обстоятельств в вашей жизни, мыслить выше условий в вашем мире. Каждый великий человек в истории знал это, будь то Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, братья Райт, Жанна Дарк. Кто мы на самом деле? Это не тело, живущее в этой среде, не идентичность в среде, не отождествления с людьми, которых мы знаем и теми вещами, что мы делаем. И жизнь в линейном времени — это не то, кто мы есть, мы не материалисты. Мы на самом деле чистое сознание, живущее в теле или использующее тело для самовыражения. Если вы об этом подумаете, то большинство людей проводят большую часть своей жизни, используя свои чувства для определения реальности, они материалисты. И когда мы живем в этом состоянии, на самом деле первобытный мозг контролирует нас. Мы реагируем на все в нашей жизни. Теперь креативное состояние — это антипод. Когда вы находитесь в истинном состоянии творения, происходит удивительная вещь. Вы забываете о себе, вы становитесь бескорыстным, вы становитесь никем, вы становитесь ничем, вы становитесь вне времени. И когда вы делаете это правильно, когда вы начинаете предполагать новую возможность и начинаете изобретать новый способ существования или создаете что-то новое в своем уме, передний мозг включается в венец человеческого существа, и он начинает снижать громкость времени и пространства. Так что единственное, что реально в этот момент — это мысль. И когда это происходит, мозг захватывает мысль как опыт, затем увеличивает аппаратные мощности для установки нейрологических цепей и изменяет мозг до фактического события. В тот момент, когда мы переходим от выживания к творению, мы забываем о нашей обычной ячейке, гормональные центры отключаются, и энергия поднимается прямо в сердце. Вы начинаете влюбляться в момент, вы начинаете находиться в настоящем и забываете о будущем и прошлом, и вы находитесь в этом настоящем моменте. Это то, что я называю естественным состоянием бытия. Можете ли вы поверить в будущее, которое вы еще не можете увидеть или испытать своими чувствами, но о котором думали достаточно раз в своем уме, что ваш мозг буквально изменился так, чтобы выглядеть так, будто событие уже произошло? Последние исследования в нейронауках показывают, что вы можете изменить свой мозг, переходя от жизни в прошлом к жизни в будущем. И можете ли вы влюбиться в это видение до такой степени, что выйдете из своего состояния покоя и превратите вину или страдание во вдохновение, радость и благодарность? До такой степени, что ваше тело, как бессознательный ум, не знает разницы между этим внешним событием и тем, что вы создаете внутри. Таким образом, ваше тело верит, что оно живет в этом будущем в настоящем моменте, и вы начинаете сигнализировать новым генам, новыми способами, чтобы изменить свое тело так, чтобы оно выглядело так, будто событие уже произошло. Последние исследования в эпигенетике говорят, что вы можете изменить свое тело только с помощью мысли. Теперь рассуждайте вместе со мной. Если в вашем мозге и теле есть физические доказательства, что событие уже произошло, ваш мозг и тело больше не живут в прошлом, они живут в будущем, и вы прямо войдете в свое видение. Теперь большинство людей в этой аудитории, каждый из вас, сделали что-то великое в своей жизни. Вы проснулись однажды, или у вас возникла дикая мысль из ниоткуда, и эта мысль была возможностью в будущем, чем-то новым, что вы хотели испытать. И в тот момент, когда вы начали думать об этом опыте, когда вы начали размышлять об этой потенциальной реальности, вы активировали часть вашего мозга, называемую лобной долей, венец человеческого существа. Это 40% всего вашего мозга. Это центр творчества, и он связан со всеми другими частями мозга. И в тот момент, когда вы задали вопрос, каково это быть лидером? Каково это быть успешным? Каково это, чтобы моя мечта сбылась? Вы активировали эту часть мозга, потому что остальной мозг — это просто набор автоматических программ. И теперь лобная доля, творческий центр, пробуждается, и у нее есть связи со всем мозгом. Она как генеральный директор, она босс, она руководитель симфонии мозга. И в тот момент, когда вы начинаете творить, лобная доля начинает выбирать различные сети нейронов, которые хранятся в вашем мозге из вещей, которые вы узнали или испытали. И когда вы начинаете думать о вопросе «а что если?», она начинает выбирать эти разные сети и бесшовно соединять их, заставляя ваш мозг работать новыми последовательностями, новыми паттернами и новыми комбинациями. И каждый раз, когда вы заставляете свой мозг работать иначе, вы меняете свой ум, потому что ум — это мозг в действии, ум — это мозг на работе. И в тот момент, когда эти нейроны начинают работать совместно, вы получаете образ в своем уме, голограмму, видение, абстракцию. И для тех людей, которые полны страсти, эта мысль, которую они думают, начинает создавать приподнятое эмоциональное состояние. Они становятся вдохновленными, они чувствуют энтузиазм, наполненность Богом. Они становятся страстными, начинают открывать свои сердца, и вдруг они совмещают ясное намерение с приподнятой эмоцией. Это сочетание ясного намерения и приподнятой эмоции в наших исследованиях снова и снова доказывает, что человек теперь меняется, фундаментально меняется, биологически меняется внутри. Их мозг и тело переходят от жизни в прошлом к жизни в будущем. Когда вы это делаете, когда у вас был этот момент, вы выходите из своего состояния покоя и начинаете записывать все вещи, которые собираетесь сделать, чтобы достичь этого видения. Все выборы, которые вы собираетесь сделать, все опыты или цели, которые хотите достичь, и все эмоции, и радость, которые вы будете чувствовать. И когда вы это делаете, вы нацеливаетесь на свою судьбу. Затем вы должны сделать что-то действительно блестящее. Вы должны записать выборы, которые не собираетесь делать. Вы стали осознавать поведение, которое не собираетесь демонстрировать. Вы начали пересматривать определенные опыты, которых хотите избежать, и затем посмотрели на эмоции, которые могут опустить вас на более низкий уровень. Вы начали отделять старое «я» от нового «я». И когда вы начинаете это делать и наблюдаете за старым «я», это означает, что вы больше не являетесь программой. Теперь вы – сознание, наблюдающее за программой. Теперь рассуждайте вместе со мной. Предположим, у вас были довольно тяжелые переживания в прошлом, и эти переживания заставляют вас чувствовать себя грустным, недостойным, виноватым и осуждающим. Вы так привыкли чувствовать вину, недостойность и осуждение, что это стало для вас нормой. И поскольку вы чувствуете себя жертвой, вы начинаете обвинять других, жаловаться, оправдываться и жалеть себя. И это ваша личность. И вдруг вы говорите, «Сегодня я больше не буду так себя вести, потому что это мое старое «я». Вы начинаете свой день, и все идет прекрасно в течение примерно на протяжении первых двух часов. Но затем, как только вы осознаете, что больше не делаете тех же выборов, что и раньше, вы начинаете чувствовать дискомфорт. Это будет незнакомо, неопределенно с элементами непредсказуемости. Мы теперь знаем, что люди предпочли бы держаться за свою вину и недостойность, чем шагнуть в неизвестность, потому что, по крайней мере, они могут что-то чувствовать. И в тот момент, когда вы перестаете делать те же выборы, что и всегда, готовьтесь, потому что это будет неудобно. И именно в этот момент вы направляетесь к новому «я». Мы называем это «шагом в реку перемен». Это довольно интересно, потому что для того, чтобы у нас произошли какие-либо изменения в теле, в окружении, или чтобы перейти на новую временную линию, нам нужно забыть о нашем настоящем теле, нашем окружении и нашем представлении о времени. Мы должны стать чистым сознанием. Вы не можете пройти через дверь в квантовое поле, не став этим сознанием. Сознание – это осознание, а осознание – это замечание и внимание. Это невидимое поле интеллекта, будь то дух, квантовое поле или универсальный разум. Это и личное, и универсальное. Оно внутри вас и вокруг вас. Мы можем демистифицировать это. Это тот же интеллект, который заставляет ваше сердце биться прямо сейчас. 8 литров крови в минуту, 400 литров крови в час, 100 тысяч раз в день через 100 тысяч миль кровеносных сосудов. Никто не обращает внимания на то, что что-то дает нам жизнь. На то, что мы производим 10 миллионов клеток каждую секунду. И в эту же секунду мы также теряем 10 миллионов клеток. В одной клетке вашего тела происходит порядка 100 тысяч химических реакций в секунду. Умножьте это на 70 или 100 триллионов клеток, которые составляют ваше тело. Существует интеллект, который дает нам жизнь, и большинство людей никогда не уделяет время тому, чтобы начать взаимодействовать с этим сознанием, чтобы дать ему план или шаблон, или чтобы начать проявлять его в своей жизни, потому что они слишком отвлечены всеми эмоциональными условиями в своем окружении, которые подтверждают их зависимости и отвлекают от внутреннего пути. Если у вас не будет четкого видения в голове к концу этой недели, вся эта информация останется философией, теорией, интеллектуальными данными, хранящимися в вашем мыслящем мозге. Но будет определенный процент людей в этой комнате, которые применят эту информацию, персонализируют ее и продемонстрируют. Эти люди, которые изучают информацию и хранят ее в своем мозге, и могут повторить ее, они начинают думать о том, как они собираются ее применить. Когда они начинают думать о том, что с ней делать, они начинают устанавливать новое нейронное оборудование в своем мозге, подготавливая себя к новому будущему. Когда вы берете всю эту информацию и спрашиваете себя, как вы собираетесь применить ее в своей жизни и заставляете свои действия соответствовать вашим намерениям, вы приводите свои действия в соответствие с вашими мыслями. Вы слушали великих лидеров, получили конкретную информацию о успехе, понимаете, что это такое, и вы начинаете примерять это к своей жизни. Если вы сможете это сделать, у вас будет новый опыт, и этот новый опыт обогатит нейронные цепи в вашем мозге, потому что именно это делает опыт. Затем вы начнете чувствовать себя лидером, вы будете чувствовать себя успешным, вы будете чувствовать ясность. И в тот момент, когда вы почувствуете это ощущение, вы учите свое тело химически понимать то, что ваш разум интеллектуально усвоил. Мы можем сказать, что знание предназначено для разума, а опыт для тела. И в этот момент вы воплощаете лидерство, свое собственное тело и успех. Вы воплощаете ясность. Почему? Потому что эмоция это опыт в химической форме. Каждая мысль и эмоция заставляет тело выделять определенные химические вещества, им соответствующие. И в тот момент, когда вы чувствуете эту эмоцию, вы учите свое тело химически понимать то, что ваш разум интеллектуально усвоил. Вы воплощаете знания. Если вы пережили этот опыт один раз, вам нужно научиться повторять его. Великие люди в мире, которые не идут на компромиссы, продолжают работать над воспроизведением этого опыта. Если вы сможете воспроизводить этот опыт снова и снова, нейрологически и химически, вы подготовите свое тело стать разумом этого опыта.